Безналичным примером Крым воспользуется переводами по номеру телефона. Система быстрых платежей, СБП, Центробанка заработает в Крыму. Присоединиться к сервису планирует крупнейшая кредитная организация региона РНКБ, рассказали там известием. Однако возможность пересылать деньги по номеру телефона на полуострове появится не 28 февраля, когда система полноценно заработает по всей России, а в течение первого полугодия. Появление в Крыму новой платформы может решить проблему без наличной оплаты и за санкции в регионе не работают международные системы Visa и MasterCard, отметили эксперты. Теперь же переводы между Крымом и остальной Россией станут проще. Без ограничений Крымский банк РНКБ проводит подготовительные работы и планирует подключиться к системе быстрых платежей СБ до конца первого полугодия, рассказали известием в пресс-службе кредитной организации. Таким образом, сервис станет доступным для жителей полуострова. РНКБ На полуострове работает российская платежная система МИР, и в большинстве торговых точек карты принимаются к оплате фото, известия, Николай Сиденков. Скорости перевода за год платежи по номеру мобильного превысят 5 ТРЛН. Система быстрых перечислений заработает через три дня. В пресс-службе ЦБ известием рассказали, что ограничений для банков по участию в СБП нет. Кредитные организации сами принимают решения по присоединению к проекту. Пока платформа работает в тестовом режиме, добавили в регуляторе. К ней сейчас подключены 12 банков. Газпромбанк, ВТБ, Альфа-банк, Промсвязь-банк, Акбарс-банк, Рейфазин-банк, Тиньков-банк, Киви-банк, СКБ-банк, РАЗ-банк, Совкомбанк и РНК-платежный центр. Руководитель направления эквайринга и электронной коммерции Акбарс-банка Ильнас Сиддиков подчеркнул, что минусов у системы нет. Она развивает технологическую инфраструктуру банковской сферы. Акбарс-банк продолжает опытно-промышленную эксплуатацию. Все тесты проходят успешно, в плановом режиме. Совершение транзакции занимает от 2 до 5 секунд, рассказал о первом опыте Ильнас Сиддиков. СБП предоставляет преимущество как для пользователей, так и для банков-участников системы. Она работает круглосуточно без выходных. Банки смогут улучшить клиентский сервис и еще больше обезопасить переводы. По словам заместителя директора департамента розничных продуктов и маркетинга РАЗ-банка Лидии Кошириной, система начала работать в пилотном режиме на ограниченном количестве лояльных клиентов, идет отладка процессов и взаимодействия. РНКБ, глава национальной системы платежных карт Владимир Комлев, Фото, ТАСС, Валерий Шарифулин. Россияне переходят на безналичные операции по прогнозам экспертов. В 2020 году более половины россиян будут оплачивать покупки с помощью карт или смартфонов. Зампредправление ВТБ Ольга Даргунова заявила, что тестировать сервис банк начал уже в декабре и с 28 февраля начнет предоставлять его всем своим клиентам. В пресс-службе организации добавили, что детали тарифной политики будут озвучены позже. В остальных финансовых организациях оперативно не ответили на вопросы известия о первых результатах работы системы. Полноценная СБП начнет действовать 28 февраля. Всего к ней планируют присоединиться 40 банков, рассказывал ранее глава национальной системы платежных карт Владимир Комлев. Сбербанковых числей нет. На момент публикации материалов в кредитной организации не ответили на вопрос известий, планируют ли они подключиться к СБП в перспективе. У банка есть собственная система перечислений по номеру телефона из карты на карту внутри организации. Она является крупнейшим игроком на российском рынке. Переводов Справка известия разработка СБП явилась с 2017 года. Ее основная цель упростить переводы между гражданами независимо от того, в каких банках выданы карты. Также система призвана снизить монополию на рынке отдельных банков, которые уже внедрили перечисления между своими клиентами по номеру телефона. Первый горд работы СБП комиссия взиматься не будет. С 2020 года она составит от 0,5 до 3 рублей как для банка-отправителя, так и для банка-получателя. Решение об установлении комиссии для граждан кредитные организации будут принимать самостоятельно, однако СБФС проследят, чтобы эти тарифы не завышались. А если санкции, контакт удален, смартфон вытесняет банковский пластик. В 2018 году количество платежей с помощью мобильных телефонов рекордно выросло. Появление у жителей Крыма возможности пересылать друг другу деньги по номеру телефона между разными банками позволит решить проблему санкционной изоляции полуострова, отметили опрошенные известиями эксперты. Также это даст возможность людям быстро переводить средства друзьям и родственникам в других регионах России, подчеркнул советник-председатель управления Ассоциацией финансовой инновации Мурат Салихов. Это поспособствует и развитию безналичных платежей, что привлечет в регион потенциальных туристов, представителей малого и среднего бизнеса и даст толчок для развития полуострова, уверен эксперт. С июля начнется второй этап реализации системы быстрых платежей. Клиенты смогут проводить перечисления в пользу юридических лиц, например, за товары и услуги с использованием. Киева, Кодов, сообщал ранее регулятор. РНКБ. В пресс-службе ЦБ известиям рассказали, что ограничений для банков по участию в СБП нет фото, известия, Николай Сиденков. Онлайн-магазины примут телефонные номера вместо банковских карт. Новация увеличит объем безналичных платежей и стимулирует интернет-торговлю. Но, впрочем, в целом в Крыму проблема карточных платежей решена, отметил директор по развитию бизнеса БКС премьер Антон Граборов. На полуострове работает российская платежная система МИР, и в большинстве торговых точек карты принимаются к оплате. Работают банкоматы финансовых организаций, которые присутствуют в регионе. При этом вероятность каких-либо существенных санкционных ограничений из-за подключения к СБП крымских банков, например, в виде отключения банков от системы SWIFT или запрета на расчеты в иностранной валюте оценивается как невысокая, добавил Антон Граборов. Общий объем перечисления через СБП в первый год может составить примерно 5-10 ТРЛН рублей, прогнозировал ранее известием председатель Ассоциации электронные деньги Виктор Достав. По данным СБ, за 9 месяцев 2018 года россияне перевели друг другу с карты на карту 19,2 ТРЛН рублей.